Анна впервые стала участницей акции по бесплатному консультированию. Информацию увидела в интернете, позвонила и предварительно записалась. Брещанку давно беспокоил вопрос относительно прав наследования. И вот как раз представился удобный случай узнать важную информацию от специалистов. Для меня было интересно получить информацию по завещаниям, дарственным вот этим вопросам. Потому что наследственные вот эти все факторы, мы очень многого не знаем на самом деле. Не настолько информирован человек наш. Нотариусы Брестского нотариального округа и адвокаты юридической консультации Ленинского района бесплатно консультируют брещан раз в три месяца. И такие мероприятия неизменно пользуются повышенным спросом. Компетентный ответ из первых уст. Сегодня мы консультируем граждан в основном по вопросам жилищным, семейным, по разделу имущества. Граждане обращаются за юридической помощью для того, чтобы в последующем у них была возможность либо обратиться в суд, либо свои споры решить каким-то образом добровольным путем. Считаю, что такие акции совместно с Брестской областной библиотекой востребованы. И мы в дальнейшем будем сотрудничать для оказания правовой помощи гражданам. Сегодня очередная акция по оказанию бесплатной юридической помощи нашим гражданам. Значит, скажу так, что основные запросы исходят от людей, которые относятся, скажем, к социально незащищенным слоям. Это пенсионеры, безработные. Конечно же, обращаются и рабочие, и студенты, и специалисты. Стоит отметить, что на базе филиалов Брестской областной библиотеки населению предоставляются и другие юридические услуги в рамках работы публичного центра правовой информации. Основной целью этого центра является предоставление доступа пользователей к правовой информации. Функции наши такие. Это накопление оптимальной организации ресурсов. Это содействие в оказании бесплатной юридической помощи. Это проведение массовых мероприятий по правовому просвещению. Ежегодно, можно сказать, ежемесячно мы работаем в тесной связи с Брестским государственным университетом имени Пушкина, потому что каждый месяц проводятся так называемые юридические клиники, когда студенты старших курсов консультируют наших пользователей по правовым вопросам. Также на базе публичного центра правовой информации установлены программы «Эталон. Эксперт» и «Эксперт охраны труда», где содержатся новейшие сведения в сфере законодательства. Любой желающий абсолютно бесплатно может узнать интересующую информацию. К слову, на октябре 2020 года в области созданы и функционируют 82 публичных центра правовой информации.